Клоун Это очень трудная профессия Взять на себя Какую-то боль человечества Это правда Это человек, который острее И сильнее всех ощущает стихию смеха Он даже в ней ее существовать не может Клоун по-настоящему То, что великий Это в одно и то же время И слезы, и смех И вот Рома, он такой Я обожаю цирк Я вообще мечтал Быть клоуном Я вообще трагик Мне сделали комик Один из моноспектаклей Романа Карцева Назывался «Шут Гороховый» Вы хотите, чтобы я Представлялся с Комарохом, Клоуном, Шутом Гороховым И забавлял публику? Нет Вы должны разделать их под орех Но красиво, чинно и благородно Шолом Алейхом Шут Гороховый Я вчера видел раков по пять рублей Но больших Правда, по пять рублей Но очень большие Хотя и по пять рублей Но очень большие Но вчера А сегодня были маленькие Но по три Но очень маленькие По три рубля Ну совсем маленькие Но зато по три Но сегодня Те вчера по пять Были очень большие Hertzsky По пять рублей Ну очень большие Хотя и по пять А сегодня по три рубля Маленькие Ну очень маленькие По три рубля Но сегодня Те вчера по пять Были очень большие Ну, звери по 5 рублей Ну, очень большие Ну, вчера А сегодня по 3 рубля маленькие Очень маленькие Ну, потому что по 3, поэтому маленькие Те по 5 вчера были очень большие Ну, по 5 рублей, ну, очень большие Сегодня по три рубля маленькие. Выбирай, но осторожно, но выбирай. Либо по пять вчера большие, либо сегодня маленькие, но по три, но очень маленькие. Роман – это человек-пауза. Это редчайшее качество. Вот задуматься над тем, почему вчера раки были по пять, а сегодня по три, он над этим размышлял. Рома. Скоро исполнится 55 лет с тех пор, как я вышел на профессиональную сцену. А лет 20 я уже здесь живу, за городом. Мы решили продлить себе срок пребывания на воздухе, потому что я из Одессы, я очень люблю воздух, море, зелень. Я пришел на привоз, я всегда отмечаюсь на привоз, пришел, и стоит женщина и кричит «зелень, зелень, зелень». Я говорю «дайте мне два пучка». Она говорит «отойди». «Зелень, зелень, зелень». Я говорю «дайте два пучка». Отойди, я доллары меняю. Зелень, зелень. Невысокий и шустрый Ромка Кац – это его настоящая фамилия. Непременный участник студенческой самодеятельности Одессы. Он дважды пытается поступить в театральное училище. Строгие члены комиссии давятся от смеха, но, увы, новичка не принимают, говоря «вас нечему учить, вы готовый артист». Убрямый юноша едет в Москву, в цирковое училище. Пантомима, акробатика, клоунада, и везде он первый. Его принимают. А через несколько дней выясняется, что, согласно новому приказу, студент с неправильной фамилией Кац из училища отчислен. Разбитый и разочарованный, он возвращается в Одессу и продолжает чинить швейные машинки. Я работал три года на швейной фабрике. Я учился на механике по швейным машинам. У меня был цех. Сидело 80 женщин-красавицы из-под Одессы. Я с ними общался. Некоторым я предлагал жениться, потому что они уж больно красивые были. Помню одну чудесную историю. Был обеденный перерыв знойным одесским летом, когда мы снимали. Совершенно неожиданно появилась девушка, которая, не обращая никакого внимания на нас, на съемочную группу, прошла по галереи. И я вдруг поймал абсолютно восторженное выражение лица Карцева, который вот так вот следил за ней, как она идет. Наступила такая пауза. Потом он так выдохнул, развел руками, сказал, Одесса. В 12 часов дня, в дикую жару, вся Одесса шла на пляж. Раскрывалась клеенка, и на клеенку выбрасывалась еда. Что там было? Это разговор отдельный. Обязательно оливье салатик, обязательно винегретик, обязательно огурцы малосольные, огурцы соленые, огурцы свежие, свежие помидоры, малосольные помидоры, зелень, лучок, обязательно жареная печенка, жареные куры, жареная барабулька. Вот такие котлетки из барабульки. Это фантастика. Они таяли во рту. Иногда, иногда вынималась и фаршированная рыба, вынималась запотевшая водка, и все выпивали за Одессу, закусывали, опять выпивали, опять ели, опять закусывали. Это было уже часа два. Дети кричали, хотим купаться. Им кричали, остынь, остынь. 33 градуса жары. Остынь. И выпивалась, и закусывалась, закусывалась, выпивалась. А здесь из спидолы лилась музыка с песней Валеры Абазинского. Эти глаза напротив, лава дадыла-ра, эти глаза напротив. А эти включали громко Магомоева. Море возьми меня, вдали-дали. И утесов, то есть движется по реке. Ва-ба-ди-ба-ба-ба-ба-ди-ба-ба-па-па-па-па-па-па-ра. И им-тай-ды-та-та-та-та-та-та-та. И это как афония звучала. И в самый разгар всей этой трапезы в центр клеенки падал футбольный мяч. А прокидывалась водка, раздевалась, всё размазывалось. Наступала зловещая тишина. Самый отчаянный брал нож и прокалывал его брюхо. Оттуда слышалось. Вам что, жить надоело? Отсюда говорили, сиди-сиди, а то мы сейчас встанем. Они подходили друг к другу, мокрые, потлые. Узнавали друг друга. Гриша, Вовка, ты давно здесь. Так уже год отрез. Сколько ты сидел? Лет пять. Мы давай выпьем, за то, что ты выжил. Они выпивали, вспоминали опять старых знакомых. И сидели вместе уже выпивать. Дети кричали, хотим купаться. Им говорили, ну давайте, быстро. Они бежали просто стремглав и падали в эту воду. А здесь продолжалась выпивка, еда. Да, уже было часа, наверное, четыре. Никто не купался. Опять еда, опять трапеза. И вдруг истошный крик. Где дети? Все бежали к морю, там крики. Вова, вы не спори. Миша, вы не спори. Гриша, вы не спори. Я тебе руки-ноги поломаю. Вы не спори, я тебе перебью руки-ноги, чтобы ты был здоров. Вы, я тебе сказал, ты будешь купаться только под душа. А он синий весь кричал. Мама, смотри, как я ныряю. Мама, Миша. 1961 год. В Одессу приезжает на гастроли Аркадий Райкин. Его приглашают посмотреть студенческий спектакль по пьесе Живанецкого «Я иду по улице». И после спектакля Аркадий Садович предложил мне прийти в санаторий Чкалова, и там он предложил мне перейти в театр. Через два месяца приехать в Ленинград. Родители сначала не поверили сыну. Они были далеки от искусства. Мать работала на фабрике и была секретарем парторганизации. Отец, известный футболист, пройдя всю войну до Берлина, работал футбольным тренером. Как в шутку говорит Карцев, этот замечательный союз настоящего коммуниста с настоящим футболистом породил артиста. 22 года из самодеятельности попасть в Королевский театр Аркадия Исаакша Райкина. Это было событие, но я даже не знаю, с чем его можно сравнить. В каждом случае у нас в институте произошло. Здесь у нас грузин, студент грузин по фамилии Горидзе, а зовут его АВАЗ. Его зовут так, АВАЗ. И очень тупой доцент, Фитяев Николай Степанович, вызывает он его к доске, скажет, фамилия ваша Горидзе. А зовут вас как? Вот говорит, АВАЗ. Меня зовут Николай Степанович, АВАЗ как зовут? Меня зовут Николай Степанович, АВАЗ как зовут? Тот говорит, АВАЗ. Меня зовут Николай Степанович, АВАЗ как зовут? Тот говорит, АВАЗ. Меня зовут Николай Степанович, а? А тот говорит, АВАЗ как зовут? АВАЗ как зовут? есть у нас грузин по фамилии горидзе отзовут его аваз его зовут так аваз и тупой доцент тупой очень человек понимаешь вызывает английская фамилия горидзе зовут вас как-то аваз меня николай спепанович есть у нас грузин по фамилии горидзе зовут его аваз его назовут так аваз назвали понимаешь он грузин он не виноват понимаешь мама с папой назвали когда маленький был понимаешь его назвали тебя как зовут стёпа ну ты стёпа он на вас он на вас а ты стёпа в урзи на вас а стёпа кто мы играли с аркай сакшим витя заболел я играл вместо вити аркай сакши играл вместо меня это был правительственный концерт вдруг раздается звонок аркай сакши к телефону ему фурцева говорит а вас играть нельзя в зале мжаванадзе аркай сакши подбелел екатериал сын это а вас создать же то грузин а доцент тупой мы не обижаем грузин на наоборот это очень смешно у нас мы в грузии играли они нельзя все аркай сакши чуть не умер я не знаю что играть какой-то монолог что не ну я ему посоветовал аркай саши у вас есть маленький басни такие басенки 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 и он быстро 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 начал вспоминать вспомнил бас и вышел играть и последнюю басню сыграл и два года его не пускали в москву на гастроли потом в москву не пускали и прославленный дуэт карцева и ильченко чиновники опасались их острого юмора а в правительственных концертах самые смешные интермедии сопровождались гробовой тишиной партийные боссы каменели ведь это было про них скажите это склад тот самый слава богу я пока к вам попал не вывески ничего мне сказали что здесь все есть я не верю конечно что вам вот это я могу это что сколько можно одну одну а полторы дальше скажите а у вас есть подождите а может я с женой я мигом пропуск на одного а позвонить отсюда нельзя а сюда и сюда нельзя быстрее у меня рабочий день кончается а завтра пропуск на сегодня а вы не поможете мне я не знаю что вам нужно что мне нужно что мне нужно что что у вас есть что вам нужно что мне нужно все лекарство какие-нибудь какие какие у вас есть какие вам нужно ну вот допустим три медон в headquarters а Да, 10. Пожалуйста. 15. Пожалуйста. Ещё две. Можно. Ну, ещё одну. Хорошо, дальше. Что у вас есть? Что вам нужно? Что вы представили, что мне нужно? Мне сказали в порядке исключения для поощрения. А, так вы отказываетесь? Нет, 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 нет. Ну, из одежды что-нибудь. Что? Шапки. Одна. Да, две. Дальше. Ну, ещё одна. Три, дальше. Четвёртую пишите. Так, обувь? Сандалий импортных нет? Есть. Белые? Сколько? Белые. Сколько? Они белые? Они белые. Две. Пары? Одна и джинсы. Белые? Синие. А что, и белые есть? Белые две, и сандалий две. Пары? Одна. Нет, две и джинсы. Две и джинсы одна. И белые, и синие две. И сандалий две. Пары? Две. Две. Три. Три. Четыре. Четыре. Я же только себе, у меня что-то... Нельзя, только вам. Вас понял. Скажите, товарищ... Что у вас из продуктов питания? Что вас интересует? Что меня интересует? Меня интересует поесть. Ну, допустим, мы скажем, есть ли колбаса? Батон? Два. А хорошая? Два. Три. А какая? Какая вас интересует? Какая покрепче. Значит, три. А что, есть? Четыре. Четыре. Пять. Ну? Ясно. Четыре и один чуть раньше. Ну, значит, пять. Почему? Сначала четыре, потом пять. Хорошо, дальше. Что у вас есть? Что вас интересует? Крабы есть? Сколько? Одна? Да, две, три, четыре. Нет, у меня денег не хватит. А вот, скажем, рыба. Сколько? А вот свежая. Живая, что ли? Живая, да. Какая? Свежая рыба, живая. Какая? Ну, какая вас интересует? Ну, рыба свежая, живая. Какая? Ну, какая живая, какая живая? Живая, свежая, какая? Ну, какая живая? Какая живая, я и не помню, какая она живая. Сазан. Сколько? Что есть? Ну? А сон? Ну? Что есть? Сколько? А стерлядь? Ну? Что есть? Сколько? А форель? Сколько? Что есть? Сколько? Две. Две. Три. Три. Четыре. Четыре. Четыре истерлядь. Пять. И сом. Испортится он у вас? Тогда один. Пишу сразу два, но не испортится. Пишите три, пусть портится. Бобла. Сколько? И пиво. Какое? Какое у вас есть? Какое вас интересует? У нас восемь сортов. Давай пятый сорт «Жигулевская», пожалуй, получше. Ящик? Бутылку. Все? Водка есть? Какая? Московская. Сколько? Сто. Бутылок? Грамм. Что, здесь? Здесь, конечно, где же еще? Конечно, здесь. Скажите, валенки есть? Сколько? Не нужно-то я так. Так, все. Нет, не все, не все. Все, 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 все. Все, 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 сами повезете заказ. А вы повезти можете? Адрес. А вы все положите. Можете, я помогу завернуть? Куда везти? На Чехово. Нет. А в другой город можете? Адрес. На Красноярск. Нет. Давай ко мне. Нет, там Жорков, Цепец. Куда мне? Это все везти. А вы можете на Пушкинские ночь в подъезде переждем? Тоже ночью повезет. Замаскируем подкус. Не производим. Так абрезентами двух солдат приорудеем. Это гражданский склад. Семь за энергоразведка. Все, склад закрытся. Попрошивайте склад закрытся. Следуя завету Райкина, никогда не угождать сильно мира сего, Карцев всегда сторонится важных чиновников, стараясь держаться на расстоянии. На дне рождения у Ромы меня потрясло и удивило. Это был юбилейный день рождения. Не было высокопоставленного начальства, не было обязательных людей. Были только те люди, которые для него важны в жизни. У нас был интересный случай. Мы летели в Севастополь на открытие московской школы. Летело все правительство Юрий Михайлович Лужков вместе со своей командой, мэрией Москвы, Иосиф Давыдович Кобзон, который приглашал всех артистов. Роман Карцев был нашей звездой, великолепно отработал концерт. И если туда мы прилетели все вместе, то обратно уже, как это водится, что-то пошло не так. Самолет набрался полностью, полностью укомплектованным правительством. И для артистов места уже не было. Роману Карцеву тоже предложили лететь вместе с ними. А он так скромно сказал, я останусь с артистами, подожду, как все. Но вернемся к началу работы молодого артиста в театре Райкина. Он играет мало, к нему присматриваются. Роман не сетует. Оно и понятно, ведь каждая секунда на сцене рядом с мастером – это великая школа профессионализма. Райкин предлагает новичку поменять фамилию, деликатно заметив, она звучит очень коротко и не запоминается. Придумай что-нибудь подлиннее. Так искаться он становится Карцевым. Вот фрагмент одного из спектаклей театра Аркадия Райкина, где Карцеву отводится совсем незаметная роль, но его имя уже мелькает в титрах. А потом будут роли побольше, но тоже эпизодические. Товарищ официант, я сюда присыл кафе из столовой, я хочу кушать. Вы мне говорите, пожалуйста, меню. Что хотите, то берите. Я говорю, котлета. Котлета нету, того нету, этого нету, ничего нету. А что есть? Есть цыпленок. Хорошо, цыпленок. Вы мне приходите, говорите, цыпленок скончался. Хорошо. Что есть? Пистекс. Что это есть? Это есть пистекс. Это есть кресь. Что, что? Это кресь. Не крясь, а крясть. Это крясть. Крясть? Да, крясть. Товарищ, это не крясть. Да. А что это? Это сухожилие. Как сказал? Сухожилие. Сухожилие. Какая разница? Разница большая. Да. Сухожилие скрепляет мышцы со скелетом. Это соединительная ткань. Понимаете, ткань. Ткань я могу покупать универмагки. Да. Скелет это могила. Зачем мне могила дают? Я просил у вас, я пистекс, я кушать хочу. Это из ковядины, это из корова. Понимаете, что такое корова? Я прекрасно понимаю, что такое корова. Да. Корова – это крупное животное с полыми рогами. Длина кишечника до 20 метров. Удойность по породам. Я не хочу удойность, я хочу кушать. Вы понимаете, что я говорю, нет? Знакомство с Виктором Ильченко – это еще один счастливый подарок судьбы. Боже мой, боже мой. Кого я вижу? Какой человек. О-о-о! Встреча с Ильченко – случайная. Я считаю, что все в мире случайное, все гениально. Театр уходил в отпуск. Я, естественно, уехал в Одессу. И через неделю я встретил Витю Ильченко. Мы не были знакомы. Ну, здрасте, здрасте. В Одессе все знают друг друга. И у Райкина. Я говорю, да, ну, молодец, а ты? А я начальник испытания отдела новой техники Одесского пароходства в 25 лет. Ну, я тут же говорю, хочешь показаться Райкину? Он говорит, да, так, он спокойно был. Давай. Я привел им в Аркадий Саш, прослушал. И мы уехали работать в Ленинградский театр. Миниатюр. А сейчас мы вам покажем одну из наших самых ранних вещей. Первый сентября, первый день первого учебного года. Во дворядной школу нестройными рядами стоят выпускники детского сада, нынешние первоклассники, директор школы. Дорогие товарищи дети, сегодня, первое сентября, вы вступаете в первый класс. Вам всем, всем, по семь, по семь, по семь, по восемь, по семь лет. Вы разрешите мне в этот знаменательный день, знаменательный час, знаменательный год от имени Педа и Вспома состава приветствовать вас, от вашего лица, ваших родителей, от лица преподавателей, моего лица, лица наших сотрудников, новое поколение, вступающее в стены школы нашей средней, вашей жизни всей отныне. Дорогие товарищи дети, вам всем, по семь, по семь, по восемь лет, и вы поймете, с каким волнением мы планируем подготовку организацию учебного процесса, переработку первоисточников, классиков для легкой усвояемости вашими молодыми организмами сил, что с мальчиком успокоите ребенка, я разговариваю. Дорогие товарищи дети, ваш неустанный упорный труд только тогда снискает то, что он должен снискивать. Снискнуть, снискнет, снискать, кого чего, снискнуть. Если вы с полной отдачей и бессоветной работоспособностью, так характерны их нын, 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 с кем в чем, с нын, нашей интеллигенции. Успокойте ребенка, я разговариваю. Дорогие товарищи дети, разрешите предоставить слово нашим шефам по комплексно-техническо-производственному обучению заводу имени Нептуну, от имени которого главного инженера, выступит начальник старшего техотдела у нас в гостях Костоглазов. Встретим дети, у него сейчас с вниманием, здрасте. Дорогие товарищи маленькие дети, разрешите мне от имени завода управления, отдела главного технолога, технического тела, лаборатории, вычислительного центра, совкома, месткома, комитет комсомола, а в вашем лице всему поколению, вступающему в нашу жизнь, маленький привет. Перед лицом новых застижений и от имени коллектива с Новым Годом вас! Учебным, учебным. Дорогие товарищи маленькие дети, стой спокойно. Коллектив нашего Нептуна завода просил передать вам, что он, в свою очередь, решил взять на себя дополнительное обязательство. Наш техотдел, в частности, решил довести до промышленной серии опытный образец агломератно-дробильного агрегата НКС-18 без педалью, наведя его производительность до 18 тонн горячего агломерата быстрого схватывания в чат. Тише, дети, это интересно! При затрате электроэнергии 18 киловатт на расчетную единицу веса, на расчетную, повторяю, единицу веса, которую мы принимаем равной 1 килограмм на единицу мощности, что, в общем, соответствует тех условиям ТУ 54 дробь 49 от 25-го, 5-го, 59-го года СНХ ДПУ от 18-го января при себестоимости 16 копеек за тонну. Что, это много? Это даром, дети! Что уже на 0,5% ниже взятых нами за прошлый год, когда мы еще грели в пересыщенном паре, дети! Нет, выйти нельзя, терпи! Я же терплю! Интересное письмо написал трутовщик нашего завода. Он просил передать вам, маленьким мальчикам и девочкам, он просил передать вам, маленьким мальчикам и девочкам, повторяю, что обезутся сэкономить горюче-смазочных, квартирочных, шпанопропиточных, стали-прокатных и ликеро-водочных материалов сэкономить, дети! Сэкономить на сумму 8 850 фунтов стерлингов! Фунты стерлинги это такие плохие рубли, дети! Мы обязуемся так же, так же, как 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 же, так же, так же, как же! Что, что? Уписаться самые маленькие? Вот теперь вы эти, ну все меняете им штанишки, вы тратите носики, перерыв. Михаил Жванецкий, который в ту пору работал механиком в Одесском порту, тоже оказался в Ленинграде не без участия Карцева. Я получил от Ромы первое письмо, толстое, необычайно. Я его читал в трюме теплохода, то есть грузового, который уголь выгружал. Там гусеница слетела. И мы с этим мотористом натягивали эту гусеницу. У меня были черные глаза, у меня голубые глаза, а так черные были. И я прочел вот это письмо при свете этой лампочки ночью в трюме в угле. Я думал, чего такое тут, такое толстое письмо? Оказывается, Рома вложил туда программку, где было написано Жванецкий разговор по поводу исполняет Роман Карцев в спектакле у Райкина. Это было потрясение. Я решил, что я здесь делаю в этой куче угля? Вот эти люди, которые определили юмор нам много лет вперед. Конечно, изменилось время, конечно, появились другие, новые, другие. Просто другие. Но этот уровень так и не достигнут. Товарищ Кольцов, на вашем участке авария. Товарищ Кольцов. Товарищ Кольцов. Вы здесь? Товарищ Кольцов. Отпустите собаку, товарищи. Я уже с ним разговариваю. Отпустите овчарочку. Послушайте, Кольцов, вы, конечно, были на работе. Да? Да? А? А? Что? Что? Я вас спрашиваю. Что вы спрашиваете? Я говорю, вы, конечно, были на работе. Да? Да. А? А? Что? Что? Я вот спрашиваю. Что вы спрашиваете? Я говорю, вы, конечно, были на работе. Да? Да. А? А? Что? Что? Я вас спрашиваю. А что, кто-нибудь сомневается? Я не сомневаюсь. Ого! Значит, вы были на работе. Вот тут я не пойму. Если вы спрашиваете, я буду отвечать. Если вы отвечаете, я буду спрашивать. Пока я начальник, я спрашиваю. Почему пока? Что значит пока? Почему пока? Что значит пока? Почему пока? Вас могут снять. Что значит пока? Что есть слухи какие-то? Тихо! Короче, вы были на работе или нет? Попробовал бы я не быть. Что это, частная лавочка, что ли? Это государственное производство все-таки. Как-никак. И все, кто думает, что это частная лавочка, могут поискать себе другое место. Бездельников держать не будем. Хочешь, работай, приходи. Не хочешь, не приходи, не работай. Правильно? Пришел, работай, сиди. Не пришел, не сиди, не работай. Правильно? Если мы начнем у каждого спрашивать, нравится ли тебе работа, приди поработай. Не хочешь, не поработай. Будет, знаете, не производство, а знаете что? Что? Вот я хотел с вами поговорить на эту тему. И не могу вас найти. Где вы бываете? Я вас не могу найти. Где вы бываете? Где вы ходите всегда? Тихо! С вами поговорить. Значит, вы были на работе, да? А вы знаете, где вас видели во время работы? Куда? Где? Да, где. А это что это? Что именно? Вот это, вот это, что это? Что вы имеете в виду? Вот это, вот это, что это? Ну, что именно? Вот это, вот это, что это? Вот это? Да. Это я, Кольцов. Вот это что такое? Вот оно, вот оно, вот оно. Что это, а? Что это такое? А? Ну? Что это? Иван Семенович, перестаньте говорить загадками. Вы меня изводите. Я спрашиваю, что у вас на шее? На шее? Да. На моей? Да. Царапина? Что там такое? Вот это, вот это! Что это, что это, отвечайте! Что такое? В чем дело? Ну что такое? Ну в чем дело? Почему вы такой странный сегодня? По-моему, у вас что-то случилось? У меня? Вы такой странный. Да это у вас случилось, это у вас не было! Где вы были? Это полотенце! Причем тут полотенце? Да вы знаете, что все утро вас ищут! Ну конечно, наверное, мы, конечно, если мы болтаемся, стоим болтаем уже. Вы мне бросьте здесь, бросьте! Вас искали раньше, до этого разговора. Что вы, не понимаете? Как это? Ну до того, как я вас нашел, до того! Как это, как это, как это? До того, как я вас нашел, до того! До того, до того! Так раньше или до того? Раньше! Нет, до того! До того, раньше или до того, как нашли, или до того, как? Раньше! Как это, как это, как это, как это? Ну раньше, до того, как нашли! Раньше, до того! Или раньше, до того! До того, раньше! До того! До того! До того! Хея! 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 Шайбу! Айсинг! И вообще, зачем искать, зачем найти? Если кому-то нечего делать, пусть ищет. Пусть она ищет. После того, как найдет. Не отвлекает тех, у кого есть что делать, когда искать и где найти. Это что, не ясно? Это не ясно, что ли? Да вы о чем? О чем вы? О чем? Ох, вы хитрец. Ой, вы комик. О чем? Если бы не знали, не спрашивали. И не начинали бы этого разговора по существу. Вокруг да около умеет каждый. Попасть в центр сути, в точку проблемы. А это еще надо посмотреть. У меня к вам все. Идите. Куда идите? Да вы знаете, что случилось на вашем участке или нет? Вот. Что? Вот. Ну? Наконец-то. Ну? Вы нашли к самому главному. Вот. И докладывайте. Вы знаете, что Гришку застукали с Мотовиловой на складе? Знаете об этом? Я спрашиваю, где вы были? Я был за углом. Ну ладно, все. Не будем терять времени или время. Как правильно? Времени. Или время. Время. Или времени. 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 А как правильно сказать, надо или не нужно? Надо. Или не нужно? Нет, не нужно. Не нужно. Это не надо. Нет, не надо, да? Или не нужно. Стоп. Осторожно. У меня что-то с головой. Это производство. Вы кольцов? Ну? Но вас же где-то не было. А почему вы мне не сказали, я же там должен был быть? Где мы теперь узнаем, где я был, что я делал? Кто за меня будет отвечать теперь? Как вы? Ну, я надеюсь, вы будете молчать. Так что... Нам Аркай Саджи разрешал импровизировать в фарсах. И он говорил, делайте, что хотите. Вы представляете, разрешить актерам играть, он всегда, всегда требовал точности ювелирной. А тут можно было импровизировать. Были случаи уникальные, как он сам хохотал, отворачивался от публики. Публика хохотала. Мы все на сцене хохотали. То есть мы придумывали по этой пьесе, придумывали импровизацию. И один раз головой залез, казан стоял на столе. Я головой, ну, посмотрел, что там в казане, и застрял. И не мог снять казан. Я подошел к Вите во время сцены. Я говорю, Витя, сними казан. Он начал дергать. Ничего. Райкин умирал, он хохотал. Он очень смешливый был. Очень. Но потом говорил, не надо. Понял, да? Один раз репетировали из Одесского спектакля об Одессе. Мы с Витей опять же импровизировали. И все. Аркадий Саксин надоел, он подошел. Говорит, это не смешно, начал говорить. Я говорю, ну, почему? Надо проверить на публике. Ну, он говорит, ты что, понимаешь, юмор больше меня? Я говорю, а детский юмор, да. Ну, и написал заявление об уходе. Я ушел на полтора года, потом вернулся обратно. Так что это все взаимосвязано. Я сейчас верю в судьбу. Судьба меня принесла к Райкину. Я от него ушел, приехал в Одессу, там познакомился с женой, с которой я уже скоро 50 лет. Мне всю жизнь нравились высокие женщины. Врачи называют это баскетболизмом. Танцовщица Виктория Косинская, яркая и эффектная, соответствовала его идеалу. Была на голову выше. Дуэт Ромы и Вики – это отдельный спектакль. Однажды на пароходе я впервые увидела танец Ромы и Вики. Вика – это не только что жена, она просто, знаете, люди состоят из половинок, так вот она лучшая и большая половина Ромы. Да, я вас люблю. Это решено. Ну, во-первых, когда я встречаю вас случайно, я жалею, что не делал этого раньше. Мне приятно взять вашу ручку, мять ее и гладить, одновременно следя за выражением ваших глаз. О, этих два серых фонарика, где ручки-проводки, а я батарейка. Именно по настоянию жены Карцев возвращается в театр Райкина. Параллельно идет работа и над собственным репертуаром. Карцев Ильченко появились в пору, когда уже повеяло другой литературой, уже повеяло другим театром. Это было время студии «Наш дом» Розовского, это было время появления в иностранной литературе «Носорога», «Янеска», «Стулев». Вот этот абсурд жизни, который очень был характерен для застойных лет, когда не очень хотелось задумываться над тем, что за окном, почему мы так живем. Я думаю, что этот дуэт стал вровень с той литературой, с которой мы познакомились. Это был настоящий абсурд. Дайте мне два билета по бездаличному расчету! Дайте! Мне подождать, я подожду! Дайте мне два билета! Дайте! По бездаличному! Дайте мне! Дайте! Подождать, я подожду! Дайте мне два билета! Дайте! А вы кто такой? Я Петров, уполномоченный! Чем вы докажете, что вы Петров? Вот мое удостоверение! Видите? Вот! Мало ли что я вижу! Я все вижу! Вот верю ли я? Вот письма на мое имя, вот бланки, читайте все Петрову, читайте! Можете мне все это не показывать! Чем вы докажете, что вы Петров? Вот моя доверенность! Чем докажете, что она ваша? Удостоверение, фотокарточка! Слечайте! Слечайте! Похоже, ну и что? Это я! А это я! Это мое удостоверение! Чем докажете? Родинка! Видите, вот! Родинка! Ну? И вот! Родинка, видите? Ну и что? Я встану вот так, а с вы... Слечайте меня! Слечайте! Есть сходство? Доверенность на Петрова? Да! Вот он придет, я ему и дам! Он пришел, я здесь! Чем докажете, что вы Петров? Удостоверение! А чем докажете, что это ваше удостоверение? Фотокарточка! Чем докажете, что это ваша фотокарточка? Родинка! Чем докажете, что это ваша родинка? А чем вы докажете, что вы кассир? Чем? Я кассир! Вот деньги, билет, окошко и надпись! Сидоров кассир! Вы не Сидоров кассир! Нет, я кассир! Вы не кассир! Нет, я кассир! Вы пришли с улицы и сели, а кассира убили! Труп в сейфе! Что ты плетешь? Вот сейф пустой, ты что? Убрали, успели! И сели вместо него! Вы не Сидоров кассир! Вот это что? Вот мой паспорт на 10 лет дурака валяешь! А паспорт отняли! А карточка? А карточка? Карточка! 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 Наклеили! А печать? Выкрали из милиции, зарезали паспортистку! Достали бланк, заполнили ее рукой, кровь смыли! Вы же смыли кровь! Вы же всю кровь! Зачем вы смыли кровь? Да ты что? Вот все знают, все подтвердят! Ребята, кто я? Ничего не значит, вы сговорились! Да вот мой начальник! Это не он! Лапки в рот! Константин Петрович притворяется! Как ты сюда попал? Убийца! Работать в театре Райкина престижно, но денег, чтобы сводить концы с концами, это не приносит. Приходится иногда выступать на стороне. Аркадий Исаакович относится к этому очень строго. Первым уволен Жванецкий за чтение своих произведений во Дворце искусств. Карцев и Ильченко вслед за ним кладут на стол директора заявление об уходе. Они возвращаются в Одессу, организуют Одесский театр-миниатюр. 1970 год. Участие во всесоюзном конкурсе артистов эстрады приносит одесским лицедеям ошеломительный успех. Конкурс показывают по телевидению, и о них узнает страна. После конкурса артистов эстрады проснулись с знаменитыми, и мы 30 лет работали на сплошных аншлагах. Меня называли Роман Аншлагович. Мы не в каком-нибудь задрипанном Париже, и вы еще мужчина, не пляши вы. Ой, я еще мужчина, хоть куда. У меня до 72 лет слуха не было. Абсолютно. Я не мог спеть три ноты. В Одессе еще в молодости специально собирались люди, чтобы послушать, как я пою. Люди умирали от хохота, так я пел. А потом у меня вдруг прорезался как-то слух, и я стал в кино где-то пел, потом в спектаклях пел. Но музыку я чувствую, я ее внутри чувствую. Допустим, вы у ней уже не первый, и даже, между прочим, не второй, вам это очень действует на нервы, и, между прочим, огорчает вас порой, да огорчает вас порой. Нервы, 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 пусть, грубо говоря, меня нервы, но нервы, 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 вам делают на каждый день ниврит. Тогда берете вы морские ванны, потом себе ложитесь на диваны. Сперва берете ванны, а после на диваны. И ходите на халы, как бандиты. Начало 90-х. Судьба, казалось бы, по-прежнему был госклонна к нашему герою. Он много снимается, вместе с бессменными партнерами автором готовит новые программы. Все трое давно уже перебрались в Москву. Собираются в гастрольный тур по Америке. Все неожиданно рушится. 21 января 92-го года умирает Виктор Ильченко. Ему было 55 лет. Когда Ильченко ушел, я не то что не знал, что мне делать. Я даже как-то и не думал об этом. Я был в жутком трансе. Это, знаете, как отнять у человека две ноги или отнять голову. Но это была дружба 30-летняя. 30 лет мы были, в одном номере жили. И дети, и праздники. Все было вместе. Прошло 25 лет, и я не отошел. Верность дружбе. Огромная верность. Вот так. Вот это самое главное. Просто в дружбе более верного человека, я не знаю. Он предан Вите до сих пор. Вите уже давно нет. Он предан мне. Я надеюсь, что я так же предан ему. В память о друге Карцев часто исполняет миниатюры Жванецкого, которые прежде они играли вдвоем. Алло, девушка. Девушка, в чем дело, девушка? У меня уже несколько дней молчит телефон. В чем дело, девушка? Как, вам ничего не говорили? Нет. А вы открытку получали? Нет. Вы должны были получить. А я не получал. Как? Вы должны были получить. Да, а я не получал. Вы должны были получить. Алло, девушка. Пятнадцатая. Уважаемая пятнадцатая, у меня уже несколько дней молчит телефон. В чем дело, девушка? А вам ничего не говорили? Нет, и открытки не было. Должна была быть. А из управления вам звонили? Нет. Странно. А что случилось? Вам изменили номер. Девушка, пятнадцатая, не бросайте трубку. За что? Почему? Там узнаете. А может, вы знаете, почему долго нет писем, телеграмм? Уже очень долго. Как? Вы еще не знаете? Нет. А что случилось? Пожалуйста. Уже месяц как вам поменяли адрес? Месяц? Как поменяли? Куда бы я всему дому поменяли? Нет, только вам. А что ж теперь делать? Я так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию какого-то крысуха. Куда бы мне их пересылать? Постойте. Вам что, действительно ничего не говорили? Нет. Это вам. Так. У вас изменилась фамилия с из свода в новой станции. Дворач не получали открыт? Нет. А что ж теперь делать? Меня ж никто не знает. Вас предупредили. Вот у меня список. Против вас стоит птичка. Предупреждем. Ну, птичка стоит, я не получал. А есть, получите. Алло, девушка. Восьмая. Пятнадцатая, пожалуйста. Пятнадцатая. Уважаемая пятнадцатая. Как меня теперь зовут? Это Крысюк? Это Крысюк? Так, це я. Семеном Мануилович. Чекайте, чекайте, девичина, чекайте. Чекайте, вы же, я же уже, вы же уже. Не, 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 не. Это все осталось. Он рождения 1926-й. Чекайте, девичина, министр отворот, чекайте. Это по-старому. Вам лишь 58. Еврей. Опять? Да, 58. Родители, кулаки, землевладельцы. Нет, нет, позвольте, мы и служащие. Нет, 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 это отменено. Вам надо были послать открытку, но я вам его зачитать, если хотите. Да, обязательно. Да, Крысюк, Семен Мануилович, 58 лет, из русскую анчелых, продавец. Кто? Продавец овощного отдела. Нет, нет, позвольте, я врач. Я закончил первые цены. Нет, это отменено. Вы продавец. Какого магазина? Вы сейчас без работы, под следствием, не дали подписку. За что? Ну, не да, веса, веса, этого в карточке нет. То ли, скрывали, что ли? Я не скрывался, нет, почему? Я не понимаю, ну, вам пришлют, там что-то мелкое. Так, у вас там родственники? Нет, нет, там, нет, там, нет. Теперь есть. Где? В Турции. Турки. Не знаю, турки, не турки, но очень похоже. Да, тут от соседей заявление. Вас просят изолировать. Нет, позвольте, я их даже не знаю. Мы еще не переехали. Возьма рассматривается. Вы скажите спасибо, что вообще с вами разговаривали. Спасибо. Я не обязан отвечать. Спасибо. Но просто завтра ухожу в декрет. Так сегодня настроение хорошее, понимаете? Спасибо, девушка, пусть ваш ребенок будет здоров. Спасибо. Скажите, а у меня дети есть по-новому? Маш, это у Крисюка дети или что? Или что? Да, двое сына 18 и дочь 27. Где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Им от вашего имени сообщили, что вы скончались. А те, кто меня вспомнит под старой фамилией? Ой, лучше не стоит общаться. У вас только так всего хватает. Что еще? Вот, вам еще курс лечения. От чего? Здесь сказано туберкулез. А я здоров. А на качель. Да, да, да. А почему вы не идите? Куда? За деньги. Тут сказано, вам был перевод, но вас не нашли. Как деньги, как не находят. А так все равно находят. Откуда перевод? Здесь не сказано. Девушка, а внешность мне не изменили? Ну, вы даете. Да как же можно внешность изменить? Вот на глупости у меня нет времени. А внешность мне не изменили? А вы отойдете? Как можно внешность изменить? Что вы дурака валяете? Какой внешность? Вы знаете, так внешность такая же изменять мне не поможет. А что же мне теперь делать? Ждите, 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 ждите. И я сейчас играю классические вещи Жванецкого, чтобы молодежь увидела, чем мы занимались 40-50 лет тому назад. Чтобы она могла как-то хоть не сравнить даже, а понять, для чего мы выходили на сцену. Собрание нашего 48-го ликерного лошадзавода мы будем считать открытым? Мы собрались с вами поговорить на наболевшую тему изыскания внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха. Нам сейчас доложит начальник транспортного цеха Опря Николая Егорченко. Что Василий Иванович докладает? Достижения у нас есть, есть, достижения у нас есть. Люди в обеденный перерыв отдыхают. Автостепщик Харитон Круглов вновь взял на себя кофе в прошлом году и все это с честью несет. Обещал, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шоферы, водители Яшишно-разливочные тары, Лорионов и Кутько тоже взяли на себя все, что могли. Завозить точно указанный в путевом листе в магазин с минимальным боем по пути свести бой от завода до магазина до приемлемой цифры 50 литров на тонну километров водки и 25 килограммов на тонну километров этих... коняшных изделий. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами в прошлом году на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы их сейчас по одному выловливаем. Теперь Василий Иванович, мы, конечно, с вами привыкли, но молодежь пугается чертей, которые вводятся на складе готовой продукции. В пятницу вечером уборщица Симакова вызвала начальника пожарной охраны. Они вдвоем пытались изгнать чертенка из междуяшишного пространства. Он дрожнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе. Мы же должны что-то здесь решать, потому что в конце недели его уже многие видят. Сейчас он стал появляться еще с дружками в кондитерской фабрике Розы Люсомбол. Культурно-массовая работа. Артисты до сих пор здесь. Физика, акробатический этюд, братья у Радьевых. Мы взяли на полставки, они уже дисквалифицируются. Отказываются стойки головой вниз. Один брат рухнул, второй братишка у него лежит. Они просят пиво. Их багром толкают двое разнорабочих. Я предлагаю назначить перевыборы на любой момент. Нам это только давай, если, конечно, красивая женщина. Спасибо. Если нет вопросов к докладчику, то мы попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть заложит нам об изыскании внутренних резервов. Выступал. Только что же выступал. Наш транспортный цех задолго до конца встретил Новый Год. Водители Лорионов и Кудько перевозили по маршруту Винный склад Винный Мазин 8 миллионов 856 крепких, крепленных и слегка разбавленных изделий. Идентичные Лорионов и Кудько обещали сэкономить тонну километров вдвое, и бойтары произвести с отчетом интересов трудящихся. Спасибо. Значит, справитесь. Нет вопросов к докладчику? Мы попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть и он доложит нам об изыскании внутренних резервов. Все так все? Что он там? Исключение как код? Давай нам об изыскании внутренних резервов. Водители Лорионов и Кудько, используя слабые места, а также порожняк, взяли на себя дополнительные обязательства и приказали долго жить. Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспорта. Юмор, он же, его нельзя придумать. Он не может быть придуманный. Он взятый откуда-то, из чего-то, из людей, из земли. Аркадий Александрович говорил, когда он выступал на дне милиции, говорит, мы делаем одно дело. Вы ловите бандитов, вы искореняете наши недостатки. Я этим занимаюсь тоже. А просто выходить и шутить? Мне лично это неинтересно. Слушай, деточка, сказку. Жили-были государство и народ. Большое государство и большой народ. Отношения, деточка, между ними складывались очень изощренно. Политриат воевал с милицией, крестьянство с райкомами, интеллигенции с НКВД, средние слои СОБ и ХСС. Так и наловчились не поворачиваться спиной. Деньги в кальсонах, справки в редикюле, дверь на цепочке, жучки, проволочки, булавки. Мы отвернемся? Они нас. А не отвернуться? Мы их. Счетчик-булавки, спиртопровод-штуцер, цистерну-шланг и качаем, озабоченно глядя по сторонам. Все, что течет, выпьем обязательно. Практика показала, чаще всего бьет в голову. Руки ходят непрерывно, откручивая, отвинчивая. Крутится? Отвинтим. Потечет? Наберем. Отламывается? Отломаем. И ночью в предстоящем счетчике рассмотрим. Государство все, что можно, забирает у нас. А мы у государства. Оно родное, и мы родные. Так что и у нас, и у государства вроде ничего уже и не осталось. Экипаж-грузовик ночью бросил, утром один остов. Пираньи. Ходовые рубки от крейсеров на огородах, деточка. Но и государство не дремлет. Только от магазина на пять метров отошел, а там цены повысились. От газет отвернулся, а не в четверо. Колбасов очень много. А то ли еще будет. Мировая общественность дико удивляется. Повышение цен на нас никакого впечатления не производит. Так что и у нас, и у государства результаты нулевые. Кроме моральных. Нравственность дико упала у обеих сторон. Деточка, надо отдать должное государству. Оно первое засуетилось. Ну, мол, ребята, мол, ребята, сколько можно? Ребята, мы же не по-человечески живем, а, ребята? А народ чего? Народ приспособился, ходит куда нужно, смотрит куда нужно. И откручивает, отвинчивает, отламывает. Преданно глядя государству в глаза. У нас государство рабочих и крестьян, говорит государство. А как же, отвечает народ, естественно, и что-то откручивает, отламывает, отвинчивает. Все, что государственное, все твое, говорит государство. А как же, отвечает народ, действительно, и что-то откручивает, отламывает, отвинчивает. Никто тебе не обеспечит такую старость и детство, как государство. Такую никто, отвечает народ. Только в государственных больницах тебя и встретят, и положат, и вылечат. Только там влюбляется народ и поворачивает за угол с мешками. Ты куда, спрашивает государство? Да никуда, рядом тут, не отвлекайтесь. Не понял, а куда? Рядом тут, не отвлекайтесь. У вас же большие дела, международное положение растёт, национальный вопрос. Не отвлекайтесь, мы тут сами, не беспокойтесь, а мы сами. Что значит сами? У нас что, анархия? У нас народовластье, и нечего шастать, кто куда хочет. Да я хотел только на секундочку. Не понял, а куда? Да никуда, мой господи! А что у тебя в мешках? Где? В мешках что у тебя? Какие в мешках? Что у тебя в мешках? В больших или в маленьких? Что у тебя в мешках? Да что вы в самом деле? Я хотел только на секундочку. Ну иди, только быстро. Вернулся! А здесь не урожай. Что вы говорите? Опять, ты сотри, ой-ой-ой. Это что, тебя не волнует? Почему? Ты сотри, ай-яй-яй, ты сотри. А что ж ты такой спокойный? Это у меня вид такой. Ты сотри, ай-яй-яй, ты сотри. Тебе же кушать нечего будет. Что вы говорите? Опять, ты сотри, ой-яй-яй, ты сотри. Ты что, совсем равнодушный? Почему? Ты смотри, ай-яй-яй, ты смотри. Тебя же ничего не волнует. Почему? Ты смотри, ай-яй-яй, ты смотри. Ты смотри, ай-яй-яй, ты смотри. Ой-яй-яй, ты смотри. Ой-яй-яй-яй, ты смотри. Ой-яй-яй-яй, ты смотри. Мы же пролетарское государство. Ну да. А ты пролетариат. Ну да. Это же твоя родная власть. Да ну. Это же по твоему желанию реки перемещаются, каналы строятся, пестициды. Ты всего этого хотел? Когда? Не придуривайся, хотел. Когда я хотел? Хотел, я говорю. Ну хотел, хотел. Ну может, я только на секундочку. Ну куда? Да мне бы только поесть. Что ты жрёшь всё время? Что ты всё время жрёшь? Жрёте, жрёте. Что вы жрёте всё время? Да где всё время такие перерывы? Где всё время? Ни у одного государства нет такого бестолкового народа, как ты. И ни у одного народа нет такого. Хорошего государства! Порой кажется чудом, что артисты сумели вписаться в доставшееся им время. Цензура не дремала, но чёрный рынок магнитофонных записей выступлений дуэта сделал их знаменитыми раньше, чем пришло официальное признание. То, что делали мы, ушло. Это ушло. А смысленный юмор ушёл. К сожалению, ну что тут сделать? Время. Вы знаете, время всегда диктует всему. Экономике, политике, юмору, литературе. Вот сейчас пришло вот такое время, где нужны маленькие коротенькие шутки, пародии и всё. Поэтому, я думаю, экономика такая. Я поднимаюсь по лестнице, в гостинице красная. Вдруг сзади слышу крик. Молодой человек, я продолжаю идти. Молодой человек, я иду. Молодой человек! Я оборачиваюсь, стоит возле него уборщица. Говорит, Вася, что ты кричишь? Он правильно не оборачивается. Какой он молодой? Посмотри, сколько ему осталось. Я всегда буду жив и здоров, и ничего им не отдам. И эту булочку я сейчас съем сам. Договорились? Договорились. Сделайте. Обязательно. К четвёртому, к пятому, к пятому, к пятому, к пятому, к пятому, к пятому. Ну ладно, к пятому. Ну ладно, к четвёртому. Ну ладно, к четвёртому. На четвёртому. На четвёртому. Не сделаю я ему ни черта. А мне это не нужно. Умных, очкастых, образованных, вон из страны! Взяток не беру. Как хотите, так и понимаете. Так у нас будет лучше, будет. Потому что, если мы доживём, конечно, мы часто не доживали. Сегодня Роман Карцев народный артист России Он удостоен правительственных наград И по-прежнему с успехом выступает перед обожающими его зрителями Скажу еще самую главную фразу Люблю я его безумно Это вот, пожалуй, самое близкое, что у меня осталось Это вот Рома Карцев Из мужчин Любовь и внимание друзей и близких Это то, чем Роман Карцев сегодня очень дорожит Его сын Павел – артист, дочь Елена – врач Есть еще внучка Ника и внук Леня Который унаследовал от деда чувство юмора Он в школе в 11 класс пришел Все 10 лет он клоун главный в классе Учителя всегда говорят, что он срывает уроки Он не любит все интервью давать Ну вот в классе так, шутка, ну что-то, это он может У меня первая ассоциация с клоунами – это грусть почему-то Мне почему-то кажется, что у клоунов у всех очень грустная душа Они на манеже серьезные И чем он серьезный, я вообще говорил и говорил, что настоящий юмор серьезный И когда называют какого-нибудь депутата клоун, он же клоун, я обижаюсь Не, он не клоун, он хуже Недавно мне в каком-то зале сказали из зала Почему так грустно? Я сказал, от чего веселиться? Он сказал, правильно Никулин, с которым я был знаком, он был очень грустный человек Он сказал, что да, кажется, мы могли быть клоуном Потому что он понимал, что я тоже был очень серьезный Серьезно делал смешные вещи Я думаю, что он прав, я и есть клоун Это небольшое стихотворение из моей поэтической книжки «Время дождей» Я его посвящаю роману, и оно называется «Поэт и клоун» Благословенен, родившийся клоуном Жизнь, проживая смешным и раскованным Вроде бы как, пребывая в беспечности, он заставляет нас думать о вечности Нас опекают поэты и клоуны Ими все горести перетолкованы Перемежая страдания с улыбками Грустно хохочут они над ошибками Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok